Ольга Дмитриевна Остроумова И очень многие люди, знаете, не до конца понимают, что же всё-таки здесь происходит, потому что такое количество специальностей. И я, знаете, вспоминаю два таких больших интервью в моей жизни, особенно которые связаны с терапией, с кардиологией, безусловно. Один был такой, знаете, кардиолог. Мы начали за здравие, особенно когда обсуждали то, чем вы, собственно говоря, тоже занимаетесь, это гириартрия, и это очень важно, поскольку об этом мало мы говорим, и мало кто в этом, в принципе, разбирается. И вот мы, я помню, начали за здравие, начали обсуждать Нобелевского лауреата, теломеры, теломеразы, и потом, я смотрю, мы аккуратненько спустились на омега-3, давайте-ка всем тестостерон и так далее, и так далее, и тому подобное. Человек просто не знал, что журналистика – это второе образование, а вообще-то я кардиолог. И вы знаете, меня, честно говоря, вот эта ситуация настораживает, потому что повсеместно эндокринологи назначают. Половина назначений, вы знаете, вот приходят, и половина, 5-6 банок – это могут быть БАДы. Вот как избежать того, как нашему населению это объяснить, что это не безобидные совершенно биологически активные добавки, и что зачастую мы уже не знаем, как бороться, потому что они это делают самостоятельно, даже без назначения врача. То, что они это делают самостоятельно, это понятно, потому что БАДы не относятся к лекарственным средствам, и нет такого жесткого контроля, и это доступно широкому кругу населения. И доказательной БАДы нет. Разумеется. И здесь, мне кажется, конечно, вы взяли сейчас на себя очень важную задачу, я имею в виду Первый медицинский канал, что донести до широкой аудитории слушателей, что это разные вещи. БАДы – это не лекарственные средства, они приравнены у нас к пищевым продуктам, и за их безопасностью не следят так, как следят за безопасностью лекарственных препаратов. Это абсолютно небезопасные вещи, и там очень много различных добавок, которые сами по себе могут вызывать огромное количество нежелательных побочных реакций. И, конечно, без контрольного приема БАДов быть просто не должно. Есть еще другой аспект. Мало того, что это может быть небезопасно, как вы абсолютно правильно сказали, у них нет никакой доказательной базы. То есть для чего мы рискуем, если мы не понимаем, какая будет польза и будет ли она вообще? Как мы часто говорим, мы это часто обсуждаем с нашими разными кардиологами, и с вами, разумеется, и с Антоном Родионовым мы очень часто об этом беседуем, то, что мы не знаем отдаленных последствий на самом деле, что будет через 10, что будет через 15 лет. И вот это пресловутое слово биохакинг на самом деле абсолютно небезопасно. Еще один момент, на котором я хотел бы сфокусировать внимание не только наших пациентов, но и врачей, это коморбидные состояния. Потому что все больше и больше пациентов доживают, слава богу, но мы видим эти коморбидные состояния, и с ними очень трудно зачастую бывает разбираться в этих ситуациях. Вы их видите повседневно. Что меняется? Как меняется подход к этим пациентам? Очень правильный вопрос вы поставили. Ну, во-первых, я сразу хочу вас чуть поправить, что полиморбидные. Почему? На самом деле нет, все правильно вы сказали. Термин коморбидность предполагает, что два заболевания, два или больше, патогенетически связаны между собой. И вот есть специальные даже рекомендации на эту тему, где дана расшифровка терминов. А еще более глобальная проблема – это полиморбидность. Полиморбидность – это когда у человека несколько заболеваний, как связанных, так и не связанных патогенетически. Поэтому особенно люди пожилого возраста, конечно, одновременно имеют набор болезней, которые превышают, на двухзначное число уходят, и 10, и больше одновременно. Конечно, огромные трудности ложатся на диагностику, потому что идет искажение клинической картины всех заболеваний. И, конечно, сверхтрудности – это в подборе лекарственной терапии. Потому что от одного заболевания три таблетки, от другого пять таблеток, от третьего еще две таблетки. И возникает та самая пресловутая полипрагмазия. И на самом деле увеличение возраста – это ведь хорошо. Конечно. То есть растет продолжительность жизни. Но мы получаем оборотную сторону медали. Очень много возраста ассоциированных заболеваний, и полиморбидность, и полипрагмазия. Вот такие пациенты, они нуждаются в совершенно другом подходе. Ведь что у нас сейчас есть? Есть клинические рекомендации по нозологии. То есть болезнь – ориентированный подход. Да, да. Всегда российская медицинская школа говорила, что лечить надо не болезнь, а больного. Пациент – ориентированный подход. Совершенно верно. И вот настояние современности – это разработка пациент-ориентированного подхода. И вот вы озвучили название моей кафедры. Я хотел сказать, что это первая кафедра в России. Да, это правда. И цель создания ее учреждением была для разработки вот этого персонализированного подхода и для подготовки врачей-терапевтов, которые будут владеть этим подходом. Знаете, Ольга Дмитриевна, на самом деле это прекрасная идея. И я надеюсь, что она будет в ближайшее время, она уже реализована, разумеется, но она будет и получит серьезное развитие, поскольку вы, наверное, сказали и затронули самую актуальную вещь. Мы имеем потрясающих кардиологов, мы имеем потрясающих неврологов, эндокринологов, урологов. Можно перечислить до бесконечности. Но не так много все-таки у нас терапевтов. А если говорить честно, ну как вот я думаю, как и я начинал, то прежде всего терапия, а потом уже все остальные специальности. И когда человек действительно сталкивается с полиморбидными состояниями, полипрагмазией, он не знает, что делать. И здесь я уже к вам обращаюсь как к клиническому фармакологу, потому что состояние, знаете, очень сложное. Вот я буквально недавно посчитал у пациентки с хронической сердечной недостаточности, она достаточно тяжелая, разумеется, сахарный диабет, который еще и требует инсулин. Потрясающая терапия. Все современные препараты, CGLT-2 там используют, ну вот все, все. Но их 15. Их 15. И обычный, даже грамотный кардиолог, он не знает, что с этим делать. И вот тут на помощь нам должны приходить клинические фармакологи, коих очень мало. Как с этой ситуацией будем разбираться? Это, конечно, сложный подход. К каждому пациенту пожилого возраста не приставишь гариатра или клинического фармаколога, в чьи функциональные обязанности входит анализ лекарственных назначений. Это очень долго. Именно поэтому и необходимо, чтобы врач любой специальности, но прежде всего, конечно, терапевт, врач общей практики, имел представление об этом состоянии, об этом синдроме, о полипрагмазии. И обладал тем самым пациент-ориентированным подходом, и мог бы понять, какие препараты действительно нужны, жизненно необходимы, а какие абсолютно не нужны. И они не безвредны. Великий Тариев говорил, что каждое непоказанное лекарство есть противопоказанное. Потому что, ну что греха таить, есть такой легкий взгляд. Ну это же легкое лекарство, оно то ли работает, то ли не работает. Вот таких вот легких лекарств не бывает. И все клинические фармакологи прекрасно знают о том, что начинается пересмотр назначений с пункта, показано это лекарство или не показано. Имеется какое-то влияние на прогноз или не имеется. И, конечно, здесь огромную роль должны иметь образовательные формы. И публикационная активность, и, конечно, использование современных методов информационных. Ольга Дмитриевна, истинная публикационная активность. Истинная, разумеется, разумеется, да. И использование современных интернет-технологий. Все должно быть поставлено на то, чтобы и врачи, и пациенты это понимали. Вы знаете, действительно очень важная деталь, поскольку многие начинают говорить, ну, дескать, например, вот up-to-date стоит там заплатить, условно говоря, 30-40 долларов в год. Но сейчас есть ряд даже программ, ты заходишь, и up-to-date тебе просто так же вот в подарок дается. То есть лишь бы покопаться немножко, лишь бы было бы желание чуть-чуть. И вот с этим это тоже связано. Но зачастую, смотрите, мы вроде идем по принципу доказательной медицины. И это неплохо, разумеется. У нас есть гайдлайны, у нас есть клинические рекомендации, у нас есть большие мета-анализы и кохрейн, в конце концов. Но вот есть же ряд ситуаций о том, о чем мы, собственно, говорим, что клиническое мышление, оно настолько необходимо, и то, что мы его немножко теряем в последнее время. Ну вот даже очень простой случай в кардиологии, когда есть нарушение мозгового кровообращения, есть фибрилляция предсердия, острый коронарный синдром, но и проблема с желудком в этот момент. И ни в одном гайдлайне ты не найдешь, как действовать, и какой NOAC ты будешь подбирать в этой ситуации. То есть я хочу вернуться к этой нашей российской, советской школе и то клиническое мышление, которое надо все, вот это все, что мы имеем с точки зрения доказательной медицины, и потом все равно решает же врач на выходе. Разумеется. Но доказательная медицина, да, без нее никуда. Естественно, мы даже не будем пытаться покуситься на это. Но ведь мы тоже понимаем, что штука доказательной медицины – это исследования, там есть не только критерии включения, там есть критерии невключения в исследовании, которых иногда в 10, в 20 раз больше, мелко-мелко-мелко шрифтом. Соответственно, вот те истинные больные, полиморбидные, коморбидные, они просто по критериям не подходили, они попадали под критерии исключения. Очень во многих исследованиях был критерий ограничения по возрасту, по лекарственным препаратам. То есть вы понимаете, что вот эти данные, они получены на определенной узкой выборке, а вот их экстраполируют на полиморбидных больных, пациентов старческого возраста. И здесь, конечно, нужны, с одной стороны, дополнительные исследования, с другой стороны, я абсолютно с вами согласна, конечно, клиническое мышление, весь опыт врачебный, который есть уже у доктора к этому моменту, без этого невозможно, иначе мы превратимся в каких-то роботов, которые должны лечить роботов, а не людей. Вы знаете, если говорить с позиции гириатрии, то очень сложно, исследования нужны, конечно, и эпидемиологические исследования, разумеется, нам нужны, но дизайн очень сложен у таких исследований, как правило, потому что подбирать возрастные группы, гендерные особенности, да много всего, по большому счету, к сожалению, это не всегда представляется возможным. Не всегда, абсолютно соглашусь. Вопрос, наверное, теперь более не отступим от фармакологии, чисто человеческий фактор, потому что мы тоже про это забываем, а это настолько важно, ведь это совершенно другая категория пациентов. Вот как-то воспитываем мы в нашем новом поколении этику и дантологию, которую мы, к сожалению, не получаем в институте. Вот вы, как профессор, объясняете своим аспирантам, ординаторам именно тактику общения с пациентом, такого рода? Я стараюсь. Конечно, сейчас очень высокий темп жизни, огромное количество функциональных обязанностей у всех, у кафедральных работников и у врачей, вы знаете, что укоротился койка день. Но, тем не менее, безусловно, вопросы этики, да, они входят в... Есть воспитательная работа с кадровым составом, это входит просто в функциональные обязанности какого-то руководителя подразделения, будь то зав. отделением или заведующей кафедрой. И, вы знаете, как бы нашей клинической базой является Боткинская больница. Я хотела бы сказать, что там вот этому вопросу, вопросам общения с пациентом, общению медперсонала между собой, врач с врачом, врач со среднемедицинским персоналом, уделяется огромное внимание и проводятся даже специальные, ну, наверное, ближе всего слово тренинг будет, то есть обучающие программы для персонала. Поэтому этот вопрос, который невозможно обойти, и мало того, я бы сказала, что это ведь тоже влияет на здоровье пациента. Безусловно. И когда мы говорим о персонализированном подходе, мы как бы понимаем, что здесь нужно учитывать и факторы внешней среды, и микросреду, и психологические особенности пациента. И вот истинно лечить именно больного. Потому что некоторые рекомендации, которые мы ему можем дать, он может их и соблюдать-то не сможет по каким-то совершенно другим причинам. Поэтому еще одно очень модное сейчас слово, но в хорошем смысле слова, словосочетание. Это мультидисциплинарная команда. И она должна включать, ну, если мы говорим о гериатрических пациентах, в том числе и социальные службы. Вот это, наверное, самое главное, то, что я и хотел сегодня услышать. Ну и, наверное, последний вопрос, который интересует огромное количество людей, уже прошло почти два года, поэтому я могу смело спросить, исключительно как кардиолог. Как вы относитесь к тем рекомендациям и тем цифрам артериального давления в американских рекомендациях? Вы дипломатичны. Не, ну, в американских рекомендациях здесь даже говорить не о чем, поскольку снижение, в принципе, порога гипертонии, оно абсолютно неубедительно и необоснованно. И меня, вот если честно, просто поражает тот факт, как перенесено в рекомендации результаты исследований спринт, где вообще был другой метод измерения давления. Абсолютно, да. Нет, я бы условно согласилась, если бы написали, что целевое давление вот такое-то при этом методе измерения. Ну, написано же, что по самоизмерению такой-то целевой уровень, по суточному мониторированию там день, ночь, там везде разные цифры, и это нормально. Но переносить цифры, полученные одним методом, да, на рутинное измерение, у меня это вызывает, ну, крайнее удивление, мягко скажем, у меня так даже вот слово-то такого культурного не очень подбирается, как это можно было сделать. Но, тем не менее, это мы получили. Ну, и что могу сказать? Слава богу, что мы не в Америке, да, и что у нас есть российское медицинское общество по артериальной гипертонии, которое подготовило наши российские рекомендации, и все-таки здравый смысл вообще возобладал. Дипломатический вопрос, дипломатический ответ. Ольга Дмитриевна, большое спасибо. Дорогие друзья, мы работаем для вас в прямом эфире.